В проектную деятельность и в проект, который, ну, условно назывался, большая такая, широкая название «Стратегия работы с инаковостью региональной Иудаикова 10». То есть мы опять-таки работали с памятью, и вот, опять же, я постаралась фоточки с мероприятий, не в качестве доказательства того, что мы это делали, а для обозначения географии и вот замечательных людей, с которыми мы сотрудничали в реализации наших каких-то иногда безусловных планов. Опять-таки, в Музее современного искусства Одесса принимал нас, вот на этих самых замечательных случаях мы здесь сидели и обсуждали разные темы, связанные с, опять-таки, с исторической памятью из региональной Иудаины и Музея Еврея Ходица, который нас тоже принимает. А вот здесь, опять спасибо большое, Музее Евречных коллекций, мне влечено, которое поддержало выставку, причем это оказалось идеальное пространство, просто идеальное пространство для этой выставки, которое называлось, я опять-таки испытывала некоторые такие опасения, как я приду и скажу, у нас выставка под названием «Кто вам сказал, что вы евреи?» И нас приняли, и вот в музее, который представляет собой личное пространство, наполненное присутствием личностей, вот эта выставка выстрелила, как мне кажется, очень здорово, мы потом повторили это еще в Израильском культурном центре, но там это было просто, мы вот поставили на два часа, рассказали и убрали, а здесь это было такое живое пространство, здесь вот я читала первую в своей жизни кураторскую лекцию, когда мне сказали, а когда же мы сделаем кураторскую лекцию, я чуть не обмерла, подумала, боже мой, это я буду читать кураторскую лекцию, оказалось, экскурсию. Оказалось, что очень здорово, причем испытание было еще то, потому что собрались, я не знала, кто ко мне придет, я не знала, что я буду говорить, и вот с одной стороны собрались люди старшего поколения с таким изрядным интеллектуальным багажом, которым я явно ничего рассказать не могу, а с другой стороны у нас были школьники, и у меня первые там несколько минут была истерическая паника, потому что я не представляю, что я могу сказать такого, чтобы было интересно всем. Вышло просто бомбезно, интересно, потому что люди, пришедшие на экскурсию, начали делиться опытом. А школьники, для которых понятие пятой графы вообще, это что-то, что они смотрели, они не понимали, в каком мире они находятся, что им показывают. Мы продемонстрировали настоящий паспорт, настоящий паспорт с этой записью, и вышло это просто, я думаю, что это магия самого музея, который собрал вот таких вот людей, и это было очень здорово. Вот, и опять-таки, моё спасибо огромное Дмитрию Секорскому, нашему партнёру, который тоже всегда готов на самые, но безумные идеи, и мы с ним провели двор пати. Опять-таки, в рамках проекта по региональной иудаике, мы назвали это не за зелево и еврейская нота одесской кухни, поставили для себя задачу поговорить о памяти. Мы запустили в соцсетях вопрос, а что вы готовите, да, вот, есть ли у вас там воспоминания о каких-то рецептах, о чём-то таком, и мы наткнулись неожиданно, то есть мы придумали такую развлекушку на самом деле. Развлекушку, конкурс домашних блюд, мы дадим приз тому, кто придёт там со своим форшмаком, или каким-то другим блюдом, который он считает нужным. То есть идея была, по сути дела, в развлекушке. И у нас был вот такой скрипач замечательный, который играл, просто это было очень здорово. Принесли пять разных форшмаков, и мы поняли формулу одесского примирения, которая звучит так, у вас очень вкусный, очень вкусный форшмак, хотя абсолютно неправильно. Вот, и когда я это услышала, я поняла, что вот оно, вот эта формула одесского примирения, но неожиданно через те истории, которые люди начали вспоминать, присылать по почте, рассказывать здесь, мы совершенно неожиданно вышли на очень трагические слои одесской памяти, в которых люди хранят память о тех, кого нету рядом, кто исчез, да? И мы вспоминали греков, мы вспоминали немцев, в которых помнят соседи, живущие в Одессе сейчас. То есть это вышло с совершенно неожиданным фидбэком, который мы не планировали, да? Разговоры о памяти зачастую имеют совершенно неожиданный такой выхлоп. Вот мои замечательные, внизу мои замечательные бывшие аспиранты, ребёночек один на двоих, он у них общий, он на двух кадрах, но он один, вот, то есть ребятки, которые помогают мне всегда и во всем, очень жалко, что их нету сейчас, но они, у них есть оправдание, у них маленький вот этот вот самый ребёночек, который их отвлекает от всех их общественных проектов. Вот, то есть развлекушечные мероприятия иногда имеют очень серьёзный фидбэк. я не говорю о том, что мы делаем сейчас, потому что, ну, гендер-работы не надо показывать, да? Когда мы доделаем, тогда и будут разговоры, отчёты, рассказы и так далее. Но, ну, мы продолжаем. И вот я очень рада, что здесь много людей, с которыми мы сотрудничаем, нас поддерживают, и который видит в этом смысл. Да? Вот поэтому спасибо большое. Я вам очень благодарна, что вы пришли. Я благодарна Симону Борисовичу за идею площадки. Приходите к нам, сказал он сразу, когда он увидел заброшенный в Фейсбуке призыв. А давайте-ка соберёмся и развиртуализируемся. Нам тут же предложили площадку, и мы смогли это сделать. Вот. Поэтому я надеюсь, что мы ещё не раз встретимся и в интернете, и в Фейсбуке, и со всеми в Фейсбуке. У кого-то прячется, кто-то прячется от Фейсбука. Вот. Поэтому для таких, которые прячутся, есть вот мероприятие развиртуализации. Я вас люблю. Мы можем выпить и побыли. Спасибо. Спасибо. О, на слово выпить вернулся и не мерцало. И без телефона. И без телефона, чтобы ротелить. Мы не свободны.